МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями последнего дня января. Я Рушан Бараев и корреспонденты 5-го канала. Жители пострадавшего от взрыва газа дома по Токаре размещают по временным жилищам. Также открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Держат в страхе весь район. Жители 10-этажки на улице Ермекова требуют оградить их от подростка-пиромана. Подпольный олигарх проживает на окраине Карганды, по крайней мере, в этом уверены налоговые органы. Жителей пострадавшего от взрыва газа дома размещают по временным жилищам. Также открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Об этом и некоторых подробностях происшествия в нашем сюжете. Напомним, взрыв баллонного газа произошел в поселке Батакара 30 января в 0 часов 7 минут. В момент ЧП в доме находились 35 человек. Двое погибли, пятеро пострадали. Среди них трое детей. Двоих детей нашли сразу. Но самого маленького, 4-летнего мальчика, вызволяли около двух часов. Важно было не обрушить конструкции и не усугубить ситуацию. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В той же комнате нашли его бабушку и дедушку. Как стало понятно, они приняли основной удар на себя. Руководство и личный состав Департамента полиции Карагандинской области, Совет ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии Карагандинской области выражают глубокие соболезнования оперуполномоченному управлению полиции Бухаржрауского района Даурену Тулегеновичу Турсунбекову в связи с трагической гибелью родителей Тулегена Турсунбековича Рахметова и Алмы Амаровны Рахметовой. По сведениям медиков, у ребенка состояние средней степени тяжести, стабильные, планируют переводить в отделение. Двое взрослых мужчин, строители, ремонтников из Узбекистана, остаются тяжелыми в реанимации. Получают всю необходимую медицинскую помощь. Еще вчера двоих пострадавших направили на амбулаторное лечение. Жители дома продолжают размещать по временным жилищам. Напомним, согласно введенного режима ЧАЭС местного масштаба, все делается за государственный счет. На сегодняшний день арендные квартиры. Будем это все сами оплачивать. В дальнейшем будем, как решение экспертизы будет по этому решению. Если этот дом, они скажут, что к восстановлению не подлежит, тогда дальше будем уже думать о строительстве дома. Из 12 семей одна семья отказалась от временного жилья, решив жизнь с родственниками. Сегодня в местном Акимате проверили их помещение. В течение дня сотрудники Акимата совместно с волонтерами помогали организовывать перевозку личных вещей. Утверждены руководители государственных учреждений по оказанию необходимой помощи и консультации семьям. Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжается и находится на контроле Акима области. Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших жителей в результате взрыва газового баллона в поселке Будакара открылись в Карагандинском областном, а также в Бухаржираусском районном филиалах партии «Аманат». В настоящее время у людей имеется необходимость в следующем. Постельные принадлежности, матрасы, одеяло, подушки, постельные комплекты, средства личной гигиены, полотенца, шампуни, сиральные порошки, зубные пасты и щетки. Продукты питания – мука, крупы, подсолнечное масло, сахар, макароны, посуда. Пункты сбора работают в будние дни с 9 часов утра до 18.30 часов вечера по адресам Караганда, улица Алиханова, 4, поселок Батакара, улица Абалайхана, 41А. Ирина Вобещевич, Николай Шевелев, 5 канал. Допиналось на 70 тысяч. Контролера, сломавшего лифт в одной из многоэтажек на Юго-Востоке, нашли и привлекут к ответственности. В социальные сети попало видео, на котором женщина варварски обращается с лифтом. Судя по описанию, она является контролером одной из коммунальных служб и выполняла свои должностные обязанности по снятию показаний в доме по адресу улица Ашимова, 24. Сначала она поставила сумку между дверями, чтобы лифт не закрылся, а сама удалилась. Дверь все же закрылась, и тогда она начала ногами ее пинать, чтобы заполучить свою поклажу, не подозревая, что ее действие снимает камера видеонаблюдения. Действия контролера привели к поломке лифта, написал представитель КСК микрорайона «Панельцентр». В департаменте полиции сообщили, что сотрудниками Юго-Восточного отдела полиции установлена нарушительница. За хулиганство женщину ждет штраф в размере 70 тысяч деньги или арест до 15 суток. В отношении 44-летней жительницы города составлен административный материал по статье 434 кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд для принятия процессуального решения. Пресс-служба департамента полиции Карагандинской области. Зажигательный сосед. Жители десятиэтажки на улице Ермекова. 106-6 уже не просят, а требуют оградить их от подростка-пиромана. На протяжении ряда лет он держит в страхе весь район. Люди пишут заявления, но меры не принимаются. Это видео мы снимали 15 января в доме на Ермекова 106-6, когда люди замерзали в своих квартирах, прокопченных случившимся накануне пожаром. Обошлось малой кровью, без жертв и разрушений. Правда, все щитовые сгорели, а без электричества тут нет отопления. Погорели детские коляски и велосипеды. Это не первый пожар. И жители винят в поджогах подростка. За работу, за все это мы заплатили жильцы 1,4 млн, но они нам сделали скидку. То, что вот многодетные, сколько вот без света сидим. Акимат нам помог, дал кабеля. Где-то вот 900 тысяч мы вот, грубо говоря, платили. Их соседи там, не знаю, сверху или снизу даже застраховали свою квартиру от поджога от него. Понятно, что это ребенок, но, наверное, лечить надо его. Посадить, они говорят, мы его не посадим, пока он человека не убьет. Но это тоже, вот как у нас дети, кто работают, дети одни сидят. Конечно, и боишься уже, и даже уже и ни коляски, ни санки уже ничего не оставляешь. Мы свой этаж еще не можем отремонтировать, потому что это все деньги. Минимум дважды в полгода тут случаются поджоги. Камеры фиксируют 14-летнего соседа, но жители ничего поделать не могут. После крайнего поджога им сказали, что было замыкание проводов. Я не знаю, почему они такое заключение делают, но они изначально как-то не настроены были. Я разговаривала с соседкой, которая живет под ними, под этим, ну как бы мальчиком живет. Она снимает квартиру, она говорит, я все, я уже переезжаю, я выдержать не могу. Он постоянно рыдает, кричит, мать постоянно топает по полу. То есть стоило мне что-то в группе возмущаться, у меня на следующий день шины проткнут на моем автомобиле. Ну как бы пострадавших много. Один раз у нас газелист, кто-то там доставку чего-то делали на газели. Этот мальчик прям кирпич скинул ему на лобовое стекло, разбил, он писал заявление. И сам следователь прям своими словами, он сказал, мы знаем, постоянно обращение у нас есть, но прокуратура закрывает. Сколько раз мы, говорит, им отправляем его дела, они постоянно закрывают, потому что он несовершеннолетний и у него справка есть. Жители показывают обращение и в полицию, и в прокуратуру, но действий в итоге нет. А ждать, когда кто-то получит увечья, погибнет или лишится жилья, жители не намерены. Мы также просили комментарий в полиции о предпринятых действиях, но безрезультатно. В таких ситуациях, когда пироман, еще и недееспособный, то есть состоящий на учете, как я понимаю, психдиспансере, пытаются писать заявление в прокуратуру, в МВД, в ЧАЭС, чтобы привлекали к ответственности. На самом деле здесь картина совершенно по-другому складывается. Согласно норме 137 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, говорит юрист, медицинская помощь оказывается принудительно в нескольких случаях. Первое идет с тяжелым психическим заболеванием, но, как правило, если не тяжелое, он ходит в семье и за ним следят, то в этом случае второй пункт сыграет роль – это психическое заболевание, когда человек совершил, будем говорить, даже небольшое психическое заболевание, просто на учете стоит, совершил общественно опасное деяние. Это и есть общественно опасное деяние, когда он поджег дом, квартиру и так далее. То есть это общественно опасное деяние. Он мог фактически, будем говорить, убить людей. Преднамеренно, непреднамеренно здесь уже не имеет значения. Жителям необходимо писать обращение в психоневрологический диспансер для того, чтобы ограничили свободу пиромана и принудительно оказывали лечение. Но для начала правоохранители и ДЧС должны документально подтвердить факт общественно опасных деяний. Если действительность, как они говорят, состоит на учете, тогда психдиспансер пусть забирают. Если не состоит на учете, пусть правоохранительные органы возбуждают уголовное дело, административное производство в отношении родителей, привлекают их к ответственности. Если это неоднократно, то уже отдел опеки попечительства должны уже решать вопрос об лишении или ограничении родительских прав, раз они не могут с ним справиться. А те уже подают, будем говорить, родителей о взыскании причиненного материального и морального ущерба. То есть тогда уже вот таким образом. Подпольный олигарх проживает на окраине Караганды. По крайней мере, в этом уверены налоговые органы. По их информации, у 70-летнего пенсионера несколько машин, квартир, земельные участки и гаражи. Хотя на самом деле у него нет ничего и живет он теперь на иждивении сестры. Людмила Батюшкина продолжит. Давайте мне эти квартиры, я сейчас пойду людей выселить и буду платить в евро. Это вообще что-то прям беспределное. Уже сколько там можно ездить? Машины. Жизни никогда не было. У Юрия Иванова сдают нервы. Его сестра пьет таблетки от давления и частенько вызывает скорую. Всему причины уведомления от налоговых органов, которые приходят уже на протяжении 8 лет. Мужчина живет у сестры, и у него нет и никогда не было своего имущества. Тем не менее, ему приходят налоги то на квартиры, то на машины, то на земельные участки и гаражи. Налоги на меня посылают. Откуда они их берут? С неба, что ли? Если у меня ни земли нету, ни машин, ни гаражи, ни квартир. Почему я за кого-то должен платить постоянно? Всю жизнь проработал. Если у них эти компьютеры не работают, пишите на бумажке. Каждый год мужчина ездит разбираться в налоговую. Каждый раз ему обещали, что спишут все долги. Но вчера огорошили пени, набежало уже 15 тысяч. Вчера пошел, а его карточку заблокировали. Мы даже пенсию теперь не сможем получить. Я вообще ничего не понимаю, что творится. Как так? У человека ничего нету? Ничего абсолютно. Если он Иванов, значит, что за всех должен отвечать, что ли? Я вообще ничего не понимаю вот это. Вот, пожалуйста, помогите, чтобы нам карточку, чтобы убрали это блокирование, чтобы больше к нему не прицеплялись. Подобный случай происходит в Караганде не впервые, но до сих пор в управлениях госдоходов исправляли ошибки. Накануне же пенсионерам заявили, что ничем помочь не могут. По нашим данным, у данного лица на сегодняшний день имеется налоговая задолженность, но эта данная задолженность, она начисляется до 2017 года, была начислена за два гаража, которые находились по сведению уполномоченного органа на праве собственности. С 2017 года начиная начисление не производится. Каждый год регистрирующие органы БТИ передают в налоговую базу данных, где значится все имущество, принадлежащее гражданам. На основании этих данных они и начисляют налоги на землю и имущество. Юрию Иванову советуют обратиться в БТИ и искать ошибку там или погасить пеню. К сожалению, такие ситуации довольно часто возникают. Чаще всего они происходят из-за банальных ошибок работников налоговой. В подобных случаях всегда необходимо установить принадлежность имущества и в последующем обжаловать уведомление налоговой о выставлении задолженности через суд. Если пенсионер сможет доказать, что этих гаражей у него не было, в налоговой обещают сделать перерасчет. Правда, еще есть понятие сроков исковой давности, уточняют в департаменте. Также ему нужно написать заявление судоисполнителю, что пенсия – его единственный доход, чтобы разблокировали карту. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал. В Карагандинской области за прошедшую неделю установлен 61 подтвержденный случай кори. Врачи призывают родителей незамедлительно сделать вакцину своему ребенку, чтобы уберечь от осложнений и спасти им жизнь. Если на 22 января в Карагандинской области были лабораторно подтверждены 186 новых случаев инфекции, по данным на 29 их уже 247. И заболевания все чаще наблюдаются среди непривитых лиц, таких среди заболевших 90%. И вновь в этом списке преобладают дети до 14 лет – 63,5%, до 5 лет – 40%. Самое грозное, наверное, осложнение кори – это развитие панэнцефалита, когда уже никакая медицина, никакие силы, они не спасут вашего ребенка. Да, она регистрируется очень редко, но какова вероятность, что это не случится с вашим ребенком? И мне бы хотелось, чтобы это у вас всегда было в голове. Следующее грозное осложнение от кори – это менингоэнцефалит. Это вирусные пневмонии, вызванные коревой инфекцией, осложнения которых тоже чрезвычайно опасны для здоровья ребенка. Поэтому очень важно, чтобы вы обратили на иммунный статус своего ребенка. Это инфекция, которую можно практически в 99% предотвратить с помощью вакцин. По состоянию на 29 января текущего года в рамках дополнительной массовой иммунизации в республике вакцинировано 40 599 детей. Среди привитых неблагоприятных проявлений после прививки не зарегистрировано. Жители Караганинской области иммунизацию поддерживают, понимая, что от этого зависит здоровое будущее их ребенка. Ну, прививка – это в первую очередь иммунитет. И если не прививаться, то… Ну, прививка – иммунитет, но она не… Как бы болезнь протечет намного, как сказать, слабее, чем если не привиться и более в тяжелом состоянии. Ну, это зависит от, наверное, от мамы, от родителей. То есть нужно все-таки давать на это разрешение, согласие и так далее. Обязательно спрашивать, точнее, согласие, чтобы это не было принудительное какое-то мероприятие. Обязательно принудительное. Как вы относитесь к тому, чтобы детям прививку от кури делать? Надо или нет? Мне кажется, нужно. Почему? А, как вы так объясните? Это уже как обязанность. В советское время нас не спрашивали, нас прививали. И как бы мы вот живем до сих пор с этими прививками, слава богу. Прививки нужны ли? Это я считаю, что это нормально. Это человеческий опыт. Стоит отметить, корь – опасное инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Инфекцией можно заболеть в любом возрасте. Очень тяжело корь протекает у ослабленных детей, что может привести к не менее тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Источником заболевания всегда является больной корью. Вирус попадает в организм воздушно-капельным путем, оставаясь активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных поверхностях до двух часов. Один зараженный корью человек может передать инфекцию 9 из 10 невакцинированных лиц, находящихся с ним в близком контакте. Уважаемые родители, единственным способом защиты от кори является вакцинация. Она предупредит заражение, а также убережет от осложнений. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка. Об этом нужно помнить. Роберт Граф, Зулхарнаис Махаев, Николай Шевелев, 5 канал. 1 июня этого года исполнится 90 лет компанейскому детскому дому. Ныне это специальная школа-интернат номер 6 на Магнитогорской, 5. На юбилейные мероприятия приглашают всех желающих. Об удивительной истории детского дома и о том, как в Карганде будут отмечать памятную дату, сегодня в программе «Постскриптум» расскажет бывший работник и одна из организаторов праздника Татьяна Цафт. Сто лет назад кумирами были поэты и писатели, сейчас артисты и блогеры. Чем живут сегодняшние писатели, рассказал на встрече со школьниками каргандинский журналист и писатель Суэндек Жанезбай. Ему исполнилось 75 лет. Суэндек Жанезбай многие знают как корреспондента газеты «Урталык Казахстан», в которой он работает много лет, но считает, что писатель и поэт родился в нем еще в школьном возрасте, летом, когда он окончил 6 класс. Он жил тогда в селе Кызыларая Ктагайского района. Показывали, демонстрировали кино, передвижное установка было тогда назвать. А вот, когда долго кино не было, я написал районную газету о том, что давно не было кино. Вот из этого публикация началась моя, как говорится, журналистическая работа. В школьные же годы Суэндек начал писать стихи. После окончил филологический факультет каргу. Писал в газету и параллельно занимался художественным переводом, написал и выпустил больше 30 книг. Большинство из них – сатирические рассказы и фильетоны, повести, книги, портреты. Стал членом Союза писателей. В последнее время занимаюсь исследованием Алашардинцев, партии Алаш, республики Алаш. Вот и занимаюсь, и написал книгу. Эта книга готова, но ждет публикации. А в данное время пишу про Шахаби Ахбаева. Вот такие мои планы. Эта встреча посвящена 75-летию Суэндека Жанезбая. На встрече школьники интересовались, почему он выбрал профессию писателя, что внеинтересного и что он хочет донести через свои книги и очерки. Как вы знаете, в этом году многие наши писатели празднуют юбилей. На прошлой неделе мы праздновали юбилей Торейхана Майбаса. Сегодня мы собрались в честь Суэндека Жанезбая. Наша цель, чтобы молодежь знала наших писателей и читала их книги. Поэтому мы работаем, делаем все возможное. Творчество блогера живет три дня, а вот книга останется на века, уверен писатель. На встрече же ему вручили награду от Министерства культуры. Обратная сторона Луны. Актеры областного академического казахского драматического театра Министерства и Фулина представили новую театральную постановку. Посвящена она прогрессирующей болезни общества – коррупции. На премьеру собралось около 400 зрителей. Среди них – сотрудники государственных органов и организаций. Чувство патриотизма, справедливость, мужество нацелен привить молодежи в спектакль «Темная сторона Луны». Сейчас не только в нашей стране, но и во всем мире глобальная проблема – это коррупция. В свою очередь, это дача или получение взятки, грубо говоря, кража денежных средств. И в этой связи наша идея постановки предполагает, что коррупция – это трата времени человека впустую. Оно работает и в прямом смысле. Если я сейчас буду тратить ваше время просто так, то значит, я тоже коррупционер. Отнимаю то, чего всегда недостаточно у людей. Тема коррупции прослеживается на протяжении всего спектакля. Главные герои – Адиль, Куркем и Айбар. Близкие друзья, недавно окончившие университет. С дипломами в руках они в поиске работы, призвания. На их пути предлагаются всевозможные способы получения должности. Хотя у них были большие мечты и надежды на будущее, каждого из друзей постигла разная судьба. Касательно моей роли, в этом спектакле играю Адиля. Почему драматург дал такое имя герою? Все просто. Адиль – в переводе с казахского – честный, справедливый, чистый совестью. Мой герой наделен этими качествами. Также мы сделали акцент на одном реквизите. Весы, стоящие позади меня, олицетворяют борьбу между добром и злом. В жизни баланса как такового нет. Одна сторона перевешивает другую. И наоборот. В спектакле «Темная сторона Луны» показано, что люди, которые хотят достичь своих личных целей, используют любые средства и возможности, не всегда следуя нравственным принципам. По словам коллектива театра, подготовка заняла месяц. «Постановку мы продумали, отрепетировали до идеала. На все ушло примерно 3-4 недели. Должна сказать, для театра это очень мало. В некоторых спектаклях подготовка длится около 3-6 месяцев. Все актеры выполнили нужные требования и поставленные задачи». Просветительские спектакли вроде «Темной стороны Луны» несомненно окажут большое влияние на формирование общечеловеческих ценностей. Зрители с нетерпением ждут новых премьер одного из любимых театров города. Дарья Чеканина, Миржан Жумамуратов, Николай Шевелев, Пятый канал. Международный турнир по теннису проходит в эти дни в Караганде. Более ста участников оспорят награды соревнований. Подробности в следующем материале. Казахстан, Россия, Узбекистан, Китай, Беларусь и Чехия. С 29 января по 3 февраля в Караганде проходит международный турнир по теннису Караганда Оупен. В соревновании принимают участие 108 спортсменов возрастом от 15 до 17 лет. К нам приехали игроки с разных стран. Такие как Узбекистан, Россия, Беларусь, Чехия, Китай. Игроки играют как в отяночном разряде, так и в парном разряде. В общем, приехало примерно 108 игроков. Из них примерно 60-70% казахстанцев. Хорошая материальная база и подготовленность полей к соревнованиям стали одними из основных причин, почему именно шахтерская столица стала местом проведения турнира. По словам Дины, этот турнир – отличная возможность для юных спортсменов проявить себя и свои возможности. Это хорошая возможность как для иностранцев попробовать себя и попытать свое счастье здесь, именно показать себя, свой уровень. Также хорошая возможность и для наших игроков получить хороший уровень, какой-то, как сказать, именно повысить себя в рейтинге ITF. В основной сетке турнира сыграют и наши земляки – Ким Яна и Трайгель Родион. Пожелаем нашим ракеткам побед, а всем остальным участникам захватывающей, а главное – незабываемой игры. Максим Трезуб, Николай Шевелев, Пятый канал. На этом у меня все. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова